Приветствую зрителей 24-го канала, меня зовут Владислав Новиков, на связи со мной Роман Светан. Роман Григорьевич, здравствуйте. Приветствую, желаю всем здоровья. Россияне сейчас жалуются, что все в окружении Шойгу оказались в орьен. Задержан экс-министра обороны России генерал Попов. Накрал он там на полмиллиарда рублей, 500 миллионов рублей. Занимался работой парка «Патриот». Это, я так понимаю, ничего общего с какими-то конкретными военными действиями не имеет. В общем-то, просто музей создавал вокруг всей этой темы их так называемого СВО. Вот хотелось бы насчет этого поговорить, потому что все-таки это событие, оно приоткрывает некоторые вот эти вот ситуации, где пауки друг друга едят в банки. То, как Путин не мог отреагировать нормально на происходящее в Курской области, в принципе, еще тому подтверждение. То есть все-таки вот что-то происходит. Хотелось бы понять, что, как вы видите вот эту ситуацию? Ну, именно это действие ничего, так сказать, необычного. Дело в том, что верхушки дают воровать. Это построение определенной системы отношений и определенной мзды, которую они получают за выполнение своих функций. Причем, если эти функции привели к победе, то никто их не трогает. Это такой параллельный заработок, так называемый. А вот если плохие дела, то есть поражение или недостаточное выполнение задач до определенной степени, то этих всех людей, их переводят в режим мздынгцев, дальше их начинают судить, вешая на них все неудачи. Это такой беспророчный вариант управления системой госуслуг российских. На этом держится вся Россия. И для кормчиков, так сказать, для политического руководства это сейчас механизм, на который можно сбросить весь негатив. То есть нашли крайних, они всегда были, естественно, на этом и стоит Россия. Нашли крайних, повесили на них всех собак, арестовали, осудили, показали, вот кто виноват в наших детях. И сняли с себя негатив, то есть с политических руководителей. Это примерно в режиме царь хороший, бояре, как всегда, напутали. Ну вот примерно так это срабатывает. А то, что мы об этом говорим, и то, что россияне это делают, это говорит о том, что у России действительно есть проблемы, которые нужно на кого-то повесить. Вот они неудачи свои по ведению боевых действий пытаются повесить сейчас на генералов. Ничего с этими генералами не будет. Их там пожурят, может, кого-то разжалуют, но в конце концов они окажутся на Бали с наворотованными миллионами и с искусницами до конца жизни. Ну так механизм этот работает. Через определенные времена их просто не будет. Потому для нас здесь надо понимать, что это не внутренние какие-то дрязги, это просто механизм сброса негатива, но под определенные проблемы, которые у них однозначно есть на линии противника. Сбили Су-35. Так говорит Институт изучения войны. При проверке мной информации оказалось, что все-таки они идут на источники, которые говорят о Су-25. Пишет, что украинские военные сообщили, что наши силы сбили российский истребитель Су-25 с переносного зенитно-ракетного комплекса близ Азаряновки, юго-восточнее Часовьяра. Вот хотелось бы об этом немножко поговорить, потому что какая-то вот такая путаница, грубо говоря, на ровном месте. Какой-то вот конкретно точной информации нет. Говорят, что как будто бы вот увидели обломки, что он улетел туда, в сторону России. Но опять-таки Институт изучения войны говорит о том, что самолет мог при этом всем, полно говоря, выжить и просто вот полетел в сторону России. Как бы подтверждение тому, что он упал, нет. А вот что вам известно на данный момент? Действительно ли был подбит, сбит? И даже вот если подбит, то, скорее всего, не взлетит уже? Су-25 — это штурмовик, два двигателя. У него два двигателя специально разнесены так, чтобы, допустим, ракета с инфракрасной головкой самонавидения, с тепловиком так называемый, заходила в один или в другой двигатель. При даже взрыве рядом с двигателем, двигатель, конечно, выходит из строя, но опять же сам по себе самолет выполнен так, что он на дном двигателя может дотянуть, а даже больше скажу, он даже может выполнить боевую задачу и дотянуть до аэродроха. Там разнесенные системы топливные и управление обоими двигателями. Это штурмовик, в принципе, это такая защита у него, по крайней мере, есть. И, в принципе, после уничтожения ракеты одного движка самолет однозначно может дойти до аэродрома, либо сесть на вынужденную в зависимости, либо просто летчики могут катапультироваться, если не получается дотянуть. Это очень много таких случаев еще с афганской войны. Ему уже больше 40 лет, этому самолету он еще в Афгане воевал, и именно там как раз проверялись вот такие его качества. И он воюет сейчас во многих конфликтах, начиная от Африки и заканчивая Европу. То есть неплохая машина, с одной стороны, очень живучая в этом смысле. Такой серьезный штурмовик, типа того же «Тандерболта» 10-го американского. Та же самая картина, разнесены двигатели как раз для такого уровня поражения. Потому не исключаю возможности, что действительно ракетой был поражен один из двигателей, самолет, а, естественно, это же, когда двигатель поражается, остатки, вернее, не остатки, а определенные части самолета, и двигатель падает на землю. То есть они там остаются, а сам самолет добирается до аэродрома. Летчики могут остаться живы и даже просто после катапультировать. Потому, скорее всего, это и произошло. То есть в таком режиме, а в видеоряде, который есть сейчас в информационном потоке, удар происходит во время отстрела тепловых ловушек. То есть немножко смазывается сама картина удара как такового. В момент удара идет отстрел тепловых ловушек, накладываются два взрыва. Потому, я думаю, уничтожен самолет однозначно. Там есть определенный механизм подтверждения. То есть это так называемое средство объективного контроля при сходе ракеты, при ее контроле. Потому здесь можно нашему генштабу верить в этом смысле. Действительно отминусован. Как минимум этот самолет в воздух уже больше не подойдется. Ну а с летчиками это вопрос уже, может быть, чуть времени, когда Главное управление разведки подтвердит жизнеспособность летчиков. Хорошо, это отличная новость. Вот следующая новость, она, знаете, зависла в воздухе, как и F-16 когда-то, когда у нас его еще не было. Все вокруг да около ходили. В общем-то, дали F-16. Сейчас вокруг да около ходят того, чтобы снять вот это ограничение, бить по российской территории. А точнее даже тут акцент, я думаю, нужно ставить абсолютно правильно. Не территория российская интересует, а объекты, которые участвуют в войне, на этой российской территории. И так будет корректно. Вот Кулеба, господин Кулеба, на неформальной встрече глав МИД стран Европейского Союза хочет получить поддержку снятия такого ограничения. И, знаете, все, что происходит вокруг этой темы, как бы уже намекает на то, что скоро это может случиться. Вчера очень интересную информацию тоже Институт изучения войны опубликовал карту тех объектов, которые Украине могли бы быть потенциально интересны вокруг зоны, так сказать, буферной, хотелось бы так именно называть эту зону, но пока что она не такая. Но суть остается прежняя. Эти объекты есть, их знают, о них уже все согласовано. Остается только это разрешение. Вот по вашему мнению, как скоро получим это разрешение и получим ли вообще? Ну, дело в том, что на что разрешение. Вопрос использования самолета как платформы для запуска средств поражения у нас по российской территории, в том числе, у нас уже есть. Те страны, которые нам передавали эти самолеты, большинство из них подтвердило возможность использования этой платформы для запуска именно по российской территории, по российским военным объектам. Вопрос теперь в другом. О наличии средств поражения. То есть самолет это хорошо. Что такое самолет? Летающая пусковая установка, грубо это крыло, двигатель, летчик и пушка. Ну, с пушкой можно по воробьям, так сказать, летать и выполнять боевые задачи. Но не более того. Ну, может быть, еще по шахедам, по беспилотникам пушка хорошо отработает. Но по российской территории это практически невозможно. Значит, нужны средства поражения. Какие средства поражения могут быть использованы этим самолетом? Реально это только либо ракеты воздух-воздух для уничтожения российских самолетов. Опять же, большой дальности. То есть это ракеты должны быть хотя бы 120-ки, причем крайних модификаций. М-120, хотя бы модификации С-8Д, так называемая, М-120Д с дальности 150 километров. Ну, тогда можно говорить о каких-то целях на российской территории, в том числе целях имеется в виду, допустим, тех же российских самолетов. Но еще подойти этому самолету надо. Дело в том, что пока не уничтожена система ПВО противника, не завоевано превосходство в воздухе. Просто так этот самолет не подойдет к линии границы, к линии боевого соприкосновения. Плотность ПВО зашкаливает у россиян сейчас до линии границ. Потому что этот тоже механизм сейчас не запустишь. Это надо уже серьезно работать сначала с ПВО, с наземными системами, хармами там отминусовывать, подтягивать патриоты, подтягивать самолеты-локаторы. То есть такой триадой начинать работать. Тогда, может, отодвинем эту стену российского ПВО. А реально как можно использовать этот самолет для уничтожения российских военных объектов на российской территории, в глубине российского тыла. Это только использование крылатых ракет «Джазм». Американские крылатые ракеты «Джазм» с дальностями от 350 до 950 километров могли бы, естественно, поражать военные объекты на территории России, запущенные с самолета F-16. И тогда возникает вопрос. Во-первых, наличие этих ракет, еще ни одного подтвержденного пуска нет. Это раз. Второе — это разрешение работать ракетами по российской территории. Не самолетом. Самолет сбросил ракету, а ракета дальше идет, куда ее летчик или маршрутизатор направит. А вот этого еще до сих пор нет. Мы не получили атакамцами разрешения работать по российской территории, не говоря уже о «Джазмах» и таковых. Потому, я думаю, все вопросы сейчас будут к «Белому дому», к «Байденовской администрации». И, исходя из последних их действий, в принципе, той риторики, с которой они не сворачивают, мы пока, «Байденовская администрация», будет рулить «Белым доном» еще несколько месяцев, мы этого разрешения не получим. Потому, можно сказать, большое спасибо нашим партнерам, которые нам поставили F-16, и европейским, естественно, и за разрешение работать тем самолетом по российской территории. Но месяца через три можно будет только говорить о возможностях и работать реально, допустим, тем «Джазмами». Это уже будет принимать решение, скорее всего, новая администрация. Ну вот, диверсифицируем мы риски. Я сейчас говорю о то ли крылатой ракете, то ли дроне «Поляныца». Каждый эксперт, вот знаете, по-разному трактует. Хотелось бы тоже несколько слов в этом отношении от вас услышать. Но тут еще и добавлю к этой новости баллистическая украинская ракета, которая может лететь на 600-700 километров. Сегодня господин Подоляк об этом сообщил. Так вот, интересно же все-таки понять. Ну, многие там уже начали говорить, что эта баллистическая ракета долетит до Москвы. Ну, это все, конечно, интересно звучит, но как бы война преследует, наверное, все-таки военные цели. И вот у этой баллистической ракеты, если все-таки в ближайшее время мы ее увидим, потому что, я так понимаю, только испытания прошли, какие цели может преследовать? И в том числе можем рассмотреть и Крымский мост, и это ближайшие цели, которые нам необходимы. В общем-то, хотелось бы оценить с вашей помощью перспективы и Поляныции, и, конечно же, вот этой баллистической ракеты. Ну, в Москве много военных целей. В Москве вообще, Москва и Московская область, ну, процентов 30 всего военного производства России находится как раз там, особенно высокотехнологичного. Начинается практически вся военная промышленность России как раз с Москвы и Московской области. Потому было бы чем, а куда там точно найдется. Сейчас мы говорим о двух типах ракет. И то это ракета, с одной стороны, но это два абсолютно разных типа. Поляныция — это ракета-дрон. Что значит ракета-дрон? То есть ракета, которая использует реактивную или турбореактивную тягу, то есть двигатель либо реактивный, либо турбореактивный. И управление ракетой производится как раз дрон, значит, управление ракетой производится непосредственно оператором. То есть она идет туда, куда ее ведет оператор. Для этого надо определенные рули управления, то есть те же крылья, стабилизаторы. Ну, это стандартная, в принципе, стандартная крылатая ракета, только без системы наведения, а с прямым управлением. Так еще так называемое телекоммуникационное управление. Механизм разный может быть. Это может быть ретранслятор, это может быть спутник. Но, тем не менее, это говорится о непосредственном управлении оператором этой ракеты. Примерно тип такой ракеты россияне используют. Это Х-59, Х-60, система управления как таковая. Летчик самолета видит через камеру, которая находится на самой ракете, куда она летит, и он может ею руководить. Примерно такой принцип и в Поляныце использован в том числе. Ракета с турбореактивным двигателем, то есть это РТ-РДД, так называемый. Примерно двигатель такой, как используется на ракете Нептун. У нас ракета Нептун, тоже крылатая ракета, просто дальность у нее 300-400 км. У этой ракеты, за счет больших поверхностей крыла, у нее дальность, естественно, на большую. То есть больше топлива, и она сможет примерно такую же боевую часть доносить до дальности 500-700 км примерно. Хотя, в принципе, турбореактивный двигатель ТРДД уровня ТРДД-50АТ, он может не один час работать в воздухе, ему главное топливо, скорость у нее будет. Тоже в районе 700-800 км в час, дозвуковая ракета. И как только она станет в Сирию, мы тут же ее увидим. То есть этих ракет надо на одну цель до десятка где-то, так как ПВО придется вскрывать. Боевые части в несколько сот килограмм нанесут серьезный урон, допустим, аэродрому. Если будет заходить 10 ракет, аэродромное поле будет, в принципе, зачищено от любых построек и той техники, которая на аэродромном поле будет находиться. Если это аэродромное поле, хотя целей военных может быть еще как минимум десяток, а то и два десятка по номенклатуре. Но это крылатая ракета, то есть дозвуковая крылатая ракета, которая, ну, грубо стелется у земли. А баллистическая ракета, которая вторая типа, это баллистика, это реактивный двигатель, вернее, ракетный двигатель. Скорее всего, твердотопливный, хотя он может быть и жидкий в том числе. То есть жидкое топливо, которое может забросить ракету по баллистической траектории грубо в космос, это по восходящей траектории. Обратно она уже будет заходить на нисходящей траектории на цель. Дальность может быть тоже около 600-700 километров. Гром-2 рассчитана на 500 километров. Это наша ракета, которую мы продали саудитам. То есть мы ее создали, создали целый комплекс спусковой с нескольким десятком ракет и продали саудовской районе. То есть мы могли на базе этой же ракеты, на базе «Грома» увеличив просто мощность двигателя, забросить ее на бою на большую дальность, на 600-700, на 1000 километров. Это не проблема. Боевая часть в этой ракете до полутонны. Это уже помощнее, чем в Поляныце. То есть это уже можно выполнить боевую задачу уничтожения НПЗ, металлургических комбинатов, уже, допустим, тех же серьезных заводов по производству военной техники, уничтожив само по себе производство. Опять же, этой ракеты надо до десятка хотя бы на один объект для того, чтобы вывести его из строя. Объектов этих на территории России в этой дальности, ну, сотни. Это как минимум сотни объектов, начиная от производства военной техники и заканчивая, допустим, теми же военными аэродромами. Снова-таки возвращаясь к Крымскому мосту, с учетом количества дронов, которые могут быть нашей разработки, и в том числе и того вооружения, которое было передано, это все вполне реально уничтожить, ну, я так понимаю, уже вот в ближайшее время. Ну, однозначно. Дело в том, что мост, в принципе, мы могли положить бы, наверное, еще весной, если бы была такая задача. Там россияне подтянули серьезную систему обороны и ПВО, и подводная, и надводная, и воздушная, естественно, оборона. Но, тем не менее, ее вскрыть можно. Можно вскрыть количеством. Количеством, номенклатурой, разным уровнем целей, то, что у нас есть уже. Ну, если начинать, допустим, с подводников, у нас есть подводные беспилотные управляемые аппараты, практически управляемые торпеды, если можно сказать. У нас есть надводные беспилотники, бэки разного уже номенклатуры, ну, наверное, полдесятка, это как минимум, это Си-Бэйби разных позиций, безэкипажные катера, так называемые, глисирующие. А это МАМАИ, это служба безопасности работает над этим. Это МАГУРы В-5, которые хорошо себя показали, причем с разной степенью вооружения уже как платформа используются. То есть, по большому счету, это подводный, надводный флот. Воздушных, очень много воздушных систем, которые могут добраться до Керченского моста, и, скорее всего, атака и будет проводиться с помощью такой эшелонированной, масштабной атаки с количеством десяток летательных аппаратов или надводных и подводных безэкипажных катеров. То есть это точно ракеты будут. Стормшедоу, Скалпы будут использоваться наши Нептуны, может быть, и Поляныця будет выполнять эту боевую задачу. Могут отработать Гарпуны, могут отработать Хармы с дальностями, там есть и Ерки с дальностями по 300 километров. Ну, естественно, отработают баллистические ракеты, атакамсы разного уровня, там М48, М507, это ракеты с дальностями по 300 километров. М39А1, кассетник, может также накрыть ПВО, которое расположено в районе Керчи. Плюс баллистика наша, скорее всего, точно будет работать вот это несколько ракет, которые будут произведены нашими уже специалистами. Ну, и, естественно, беспилотники. Беспилотники имеются в виду те, которые используют там бобры, допустим, лютые, это тоже есть. Потому где-то примерно с десяток модификаций вооружений, которые Керченский мост отправят на тот свет. Причем уже окончательно и бесповоротно. То есть, скорее всего, вот эта атака будет готовиться такая масштабная, чтобы уже такой жирный крест поставить на этом механизме, который соединяет Тамань с Керченом. Роман Григорьевич, спасибо, что отвечали на мои вопросы. И спасибо вам за эту аналитику. Спасибо. 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 Спасибо.